И так, дорогие друзья, давайте-ка последнюю карту, что и посмотрим, но я для вас с удовольствием откомментирую все это дело. Студия Рухаб снова вместе с вами, Слипчик снова вместе с вами. Виндика гейминг против героик на карте Детрейн. На Дедасте Виндика выиграли героиков. На мой взгляд, героики недооценили своего оппонента. Насчет конкретно сегодня, насчет конкретно сейчас, более того, ну поглядим, посмотрим. Не, надеюсь, героики пообщались, насчет своего поведения. И покажут нам что-то поинтереснее, что-то получше, может быть. А мы давайте посмотрим. Так, один саппорт от Виндика здесь, и чисто на стрельб от команды героик. Мало того, что они в атаке, так еще будут инициативные действия от героик в плане давки, в плане зерграш, скорее всего. На команду Виндика, как я понимаю. Блокер будет уходить. Да-да-да, и сразу побежали со всех сторон, но потому что, как еще без гарнат здесь делать это дело. Пытается. Блокер справится, справляется с двумя оппонентами. Внезапно, я думаю, вообще-то отъедет. Моги, правда, Виктора сражения минусует. Понимают ребята из команды героик то, что на девятке еще есть оппонент. Бабл и шипс остается вдвоем. Шипс погибнет. Это с двухсторонного зажимает. Хотя стоп, 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 стоп. Ну перезарядка, может, слышит оппонент. Шипс погибнет, все-таки. Да, это пистолетка имени команды героик. Ну, вообще-то было близко. Однака. Вообще-то было близко. Так, что там у Виндика? Форс-раунд вы будете делать? Вроде будут. Бабл, правда, хочет АВП на четвертый, поэтому сейчас, конечно, не будет закупаться очень сильно. Снижает количество денег до 1200. То есть все очень-очень контролируемо в данном случае. Конкретно от него. Виндика будут разыгрывать этот Форс-4 плюс один. Причем на ранних таймингах один человек на Б не перемещается. Это все еще 4 плюс один. Вообще-то ничего не происходит. Ребята стоят, ждут каких-то заходов или каких-то ошибок от своего противника. Никто никуда не идет, никто не ошибается на данный момент времени. 45 секунд позади. Сейчас, возможно, какие-то движения будут. Попускаки и куда. В тайбрах все-таки убивает оппонента. Ну, наверное, не будет снайпер бороться. Блокер, возможно, так и будет контролировать зеро, но может быть, отойдет. Очень тяжело по спрею от мерца, но все равно залетает. Панишок почти что убил второго, на самом деле. Но только шипс и блокер остаются здесь. Ребятам будет, наверное, не так просто, но это очень хороший килл со скаутки, который, возможно, дарит надежду команде виндига на... На то, чтобы справиться вот с заходом на... Бомба, кстати говоря, потеряна. Вот это вот опасно. А-а-а, тут еще и 25 секунд. А знает блокер о том, что бомба потеряна? Интересно. Вот жаль, что блокер умрет в данном случае. Потому что если бы он знал то, что бомба потеряна, он бы, наверное, отошел вообще куда-нибудь, на какие-нибудь дальние, далеко-далеко. И, ну, то есть там 20 секунд, да? Пока они дойдут, пока они возьмут, пока они поймут то, что он на дальних или не поймут. Здесь, возможно, была какая-то мискоммуникация от игрока команды виндика. Он обязан был сказать то, что бомба выпала именно там. Либо ребята сами недопоняли немного, а как конкретно где сыграть? То есть было бы именно интереснее и потенциально выигрышнее, что ли, или более хотя бы большой шанс. Этого самого игрыша в коридору забегают ребята из команды виндика. Отлетают все в коридоре. Два от эстага, три от моди. Это быстрое 0-3. В смысле, это быстрый третий раунд. Вообще-то это довольно быстрое 0-3. Я бы сказал, теперь девайсный раунд. Девайсный раунд — это важно. Сейчас мы будем свидетелями, свидетелями того, что виндика либо, опять же, вытащат с помощью своего снайпера, который тебя реально хорошо показывал, чёрт возьми, на додастину. Ну и с помощью остальных ребят, опять же. Либо что-то пойдёт не так, либо что-то не получится, либо вообще бог его знает. Давайте посмотрим. Потому что пока херойки начинают хорошо. И претензий, ну, к ним, наверное, особо нет. Справляется, да? Да, Бабл, Виктор и Блокер, смотрите, принимают выход на аплент. Бабл ещё минусует одного оппонента. Фреберка остается последний, у него очень мало хп. При этом Бабл меняет позицию. Теперь снайпера не достать, как бы Фреберг не хотел. Бабл уже не там. Не-е-е, он прям не там, не там вообще. Фреберг понимает, что по радару он видит оппонента стреляет куда-то туда, сам не видя оппонента пока что визуально. Ну и шипс просто Фреберка достает с другой стороны. То есть пока получается так, что Виндиго дотерпели до девайсных раундов и показали зубы на данный момент времени. Вот сейчас. Вопрос, эта тенденция сохранится или нет? Потому что, ну, непонятно. Пока непонятно. Так. Молик летит на Паннишер, на Попдог Паннишер отходит назад. Плодновесная атака от команды Херойк на Бэплэнд. Здесь, если что, есть Шипс и, если что, есть Бабл. Забегает на Шипса Бабла. Шипс минусует одного. За собакой пытается как-то монсить, у него немного не получается это делать. Прямо до конца. Бабл на верхней волне. Кстати говоря, снайпер на верхней волне опасный товарищ. И вот почему. Очень битые ребята из команды Херойк. Если бы шальная пуля поселена, бы взлетала бы тотальная жесть. Блокер, наверное, не успеет здесь. Хотя Паннишер вот на верхней волне может нашуметь очень сильно. Врывается стройка, убивает человека на бомбе. Фрайберг вообще вне удел. А вот он Фрайберг. Ну и спокойно Паннишер с ним справляется. Берет девайс, будет дофизить бомбу, судя по всему. И Блокер, как я понимаю, даст ему это сделать. Да, да, все будет именно так. Второй раунд для команды Миндика. Да, дорогие друзья, пока тенденция такова. И пока тенденция, видимо, сохраняется. В том плане, то, что Миндика просто дотерпели до девайсных раундов. Показывают силу. То есть могли бы выиграть пистолетку, например. Но нет, но не вышло. И потом просто оттерпели 0-3. Пока так. Я не уверен, насколько хорошо сейчас. Должны показывать себя героики. Потому что Миндика лично для меня, пожалуй, настолько новая команда. И настолько я немного знаю о ней по сравнению с любыми другими, например, Тир-1 коллективами или Тир-2. Ну, окей, некоторыми есть Тир-2. Да, давайте, наверное, так. Что... Это херойки не готовы? Или Виндика действительно прям неплохие? Потому что Бабл реально неплох. При этом Виктор реально неплох. Тоже видно. При этом от Панишера есть практические идеи. Которые у него не ленится делать. И не ленится ждать. И не ленится обходить, если что. Но он тоже неплох. Ну, у команды есть еще Блокер и Шипс. То есть просто два игрока. Скажем так. Первый, который отдельный какой-то особенный я не заметил. Если он вообще должен быть... Потому что не обязательно все должны быть особенными. Да, потому что не надо так. И Шипс и Блокер, возможно, просто два универсальных хороших бойца. Виндика-то я видел. Вообще, в принципе, в смысле в этой жизни. Потому что я помню, оверпасс был. На каких-то из квалификаций там и так далее, и так далее. Просто то, что до EPL они дошли, вот это молодцы. Это действительно очень большой шаг вперед. И... Покелон, наобрата, кстати говоря, вся команда сыграла команда Виндика. И стоит добавить еще более того, то, что... Ну, ребята вроде стеснялись на Додасте, но на Додасте они уже не стесняются. Однако. На Додасте они уже не стесняются. А вот в смысле на Додасте они прохватили после Додаста. Четыре класса при СВП от команды Хероик. Некоторое количество гранат. Этого должно бы хватать по-хорошему. Этого должно бы хватать по-хорошему. Но ребята не спешат. Но теперь видно то, что Хероики не стремятся недооценить своего оппонента. Они теперь понимают, что что-то жестко слишком. Что-то зря мы так на Додасте. Лихо. Весело и задорно. Я бегу, волосы назад. Делали. Потому что теперь... Как бы мы Додаст не выигрываем, не получаем очки. Придется играть на Додасте. На Додасте тоже не все спокойно. В... В Героическом Королевстве. В общем, сложно все. Очень сильное укрепление оппонента. От команды Винника. Шипс начинает поджимать. Кстати говоря, видит бомбу. Более того, скорее всего. Сейчас. И это... Тотальный раздрайб. Господи, какой ад вообще. Ооо. До свидания, друг. Как твои дела? Говорит Шипс. Мир вообще в шоке, наверное. Типа, чего происходит? Какого черта? Мы допускаем вот такие вещи. Да, здесь... Паниша должен был погибнуть. По-хорошему. Потому что Василина реально более интересная позиция по стрельбе. И выход с острого угла. Ну, то есть, оселено было... Точнее, не оселено, а... Точнее, команды Героев. А... Шипс, супер, шипс. Прошу, простите. Все крепят. Было реально тяжело. Но... Винника выигрывает еще и этот раунд. И у команды Героев теперь нет денег. 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 Пауза была снята. Как я понимаю, Героикам необходимо было пообщаться. Да, все так. И это именно пауза для команды Героев. Ну, они понимают, что им тяжело. Они понимают то, что их и тактически обманывают. Их не просто перестреливают. Ой, новая команда. Она так хорошо стреляет. Ой-ой-ой. Свежая кровь. Типа, молодые игроки. Не-е-е. Здесь все интереснее. Здесь мало того, что она хорошо стреляет. Они еще и тактически не ленятся играть. Виктор с спанишем хоронит всех. С пистолетами этот раунд не получится. Многих, правда, Виндига потеряли. То есть это три смерти. Это довольно много. Да, закупится. Но тяжело, да. Здесь подтачивается экономика, конечно, видно. Должны раскидать те, у которых... Ребята, которые выжили. Потому что те, которые вымерли, прям не хватает вообще финансов. Ребята в итоге закупаются буквально на самые последние деньги плюс-минус. Против четырех калашей я попробую отыграть. Но здесь вот сложно. Здесь очень важный ран для команды Херойка. Не могут поломать экономику Виндига. Причем на два щелчка пальцев буквально. Но надо выиграть. Моди подгорел. Слышал, это Панишер. Моди был неаккуратен. Панишер убил также второго оппонента. Виктор просмотрит сотку. Убивай человека с бомбой. Бомба была, если что, прям посередине. То есть все правильно с этой точки зрения. Но этот раунд не получится у команды героев. Мерц остается в последнем. У него 14 хп, у него 11 хп, потому что молик. И здесь его уже обходит Панишер, потому что он уже это делал. До свидания, это 5-0. Пока это тотальнейшая доминация от команды Виндига на половине КТ на Дтрейне. Три трофейных калаша, черт возьми. Три, Карл. Два АВП, три калаша. Мы смотрим на эту сторону, которая играет абсолютно полностью с трофейными девайсами. Не, вот такого не ожидал. Ожидал то, что команда даст бой. Ожидал то, что будет скромной, потому что она новая и ей немножко тяжело привыкнуть. Но не ожидал, что героики будут вот таким образом отлетать. Прямо дико-дико-дико. Не справляется, кстати говоря, с ультра-быстрым заходом Виндига Гейминг на Аплент. Шипс будет, скорее всего, сейвить. Шипс может быть на дальних еще кого-то заберет. Ну да, 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 переходит с баньки на дальние. Но не идет далеко. Все-таки Шипс, скорее всего, будет сейвить. И попытается спасти этого. Паденег не будет как раз. Тут неприятно совсем. Если Шипс сохранит этот девайс, они раскидают еще на последние деньги баи. Если Шипс не сохранит, будет в два раза сложнее. Поэтому Шипс обязан сейвить. И вот он уходит в самый-самый дальний угол. А с точки зрения Аплента, самый дальний угол это угол верхнего парыча Б. То есть это не баня как раз, потому что добавь не ближе. От бомбы. И как раз именно туда и так и бежит. Но оппонент не там. Шипс приигрывает здесь своих оппонентов в плане сейва. И угадывает, куда надо встать правильно. Теперь будет перераскид. Будет байраунд от команды Виндига. Пауза от них, как я понимаю, да, все так. Здесь угадано. Пауза от Виндига. Пауза от Виндига. Пауза от Виндига Гейминг. Шипс в этом плане молодец. Ребята, кстати, сами закупились, да, как я понимаю. Шипс, возможно, что-то подраскинул местами, но... Три тысячи с половиной у него есть. В общем, все хорошо. В данном случае получилось. Нижний парапет закрывает свои АВП. Не угадал. Мог бы попасть, да, но не угадал в данном случае. Он только один здесь. Но при этом бомба где-то под пупдогом, а там все еще два-три человека, прошу прощения. Брачоку все-таки стекаются на Б. Бомба вообще сбрасывается с команды героек. Интересно. Под зелень занимают место. Выглядит как все еще Б, кстати. Хотя... Не, инвестиции под А есть два человека, то есть стороны выход на АПЛЕНТ. Не знаю, на самом деле. Почему-то все-таки как бы... Мерц обивает бублы на Б. Резкий стяг. Панический стяг, кстати говоря, команда Миндика туда. Зря так. Ну ладно. Ну, тут сложно. И стяг стреляет по-своему. Асили он ругался, наверное, по-датски. Так, шипс. Шипс стоит здесь, да? Шипс! Бум! До свидания, Асили он. Асили он... Стяг, конечно, закрывать будет этот проход смоком. Ставить около него как раз бомбу. Мне кажется, не самая удобная бомба для команды героев. Я, может, ошибаюсь. Панический на нижнем убивает оппонента. Если так разваляется, то типа... Алло, почему вас так много? Почему вы со всех сторон? Но Панический говорит, потому что... И Фрайберг остается последний. Ну, неудобная бомба вообще никак. Просто садись, Дефьюз. Просто садись, Дефьюз. Ну, не получилось. Панический против Фрайберга. Не-не-не. Не будет успевать. Нет. Нет, не будет успевать. Панический разрывается. Это все-таки раунд имени команды героев. Панический молодец. Должен был спасать все-таки своего товарища, который Дефьюзил. Но не вышло. К сожалению, опять же, да? Шипс покупает на все деньги на ВП. Остальные, походу, закупятся... Форсанут на все. Это будет по ДВП, все что угодно. А все что угодно тут не очень-то и много. То есть пистолеты какие-то не дефолтные. Как я понимаю. Пистолеты какие-то не дефолтные. Пауза. Тактическая для героек. Они смогли взять этот раунд и поняли, что надо попытаться продолжать. Хотя просто и не будет. И возможно, использовать какие-то... Другие наработки, может быть, которые удивят команду Виндига. Ну, Виндига форсанули. Давайте смотреть. За этот форс, если они его проиграют, Геройки и сама... Сам Contrastrike их накажет. Опять же, да. Потому что очень терпилово там... Большое. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Хорошие вещи. Так, Биббл пытается... Впричем Биббл-турискусс? Виктор умираетесь. Баббл пытался со скаутки настрелять. Четыре человека у команды Виндига. Триколаша, ВП. Все еще Херойк. И Малеки есть, и флешки есть. Все есть. Свинь, Свиньдика тяжело прям. Металка от Моди. Скатывается на какой-то еще его товарищ. Панишер на стрейфах просто пристег. Три патроны Панишер умирают. А почему Панишер не умер? Панишер бью был... Упал блокер минус 0 Моди. Вообще-то 2 на 2. Забавно. Забавно. Шип скорее всего спустится на апдаун. Спустится? Вроде спустится, да. Спускается на апдаун. Если там какие-то девайсы дополнительные, потому что... О-о-о-о-о, там калаш есть. О-о-о-о, там калаш есть. Вот это ад, конечно. Блокер перемещается, конечно. Шипсу бы угадать. Шипс не угадывает. Ай-яй-яй, как вы не угадываете. Вообще дико просто... Подождите, стоп. Стоп, а херойки-то что делают? Не, они на пойдут. Не-не-не, нормально все. Не пойдут на... Шумит там блокер. Шипс последний. Но тут уж... Тут уж, увы, не угадано. Убьет вот этого товарища. Асселен. Асселен? Ну Шипс не будет так быстро до физики. Не будет. Но... Отлетает. В итоге это счет 6-6. Здесь немного запутались. В данном случае, наверное, сами. Не то, что виноваты, не виноваты. Просто не повезло. Хорошая хаешка. Экран, так не дико гейминг. Семерку херойкам будет отдавать, скорее всего, сейчас. 4 плюс 1 играют. 4 плюс 1. На сотку начинает винтика гейминг поджимать. Автодиректор что-то не особо это показывает. Как я понимаю, тошли сразу же назад. Пожали, посмотрели. Там особо никого не нашли. Там никого не было. Блокер с деглом. Интересно? Нет, слишком широко раскрылся. Не получилось. Не получилось. 4 пистолечика все еще остается. На самом деле, 3 человека вроде и пада. Но так далеко. Фрайберг находит одного. Второго, возможно, не будет ожидать. Перезарядку слышит. Это Виктор пытается на этом Фрайберга поймать. Фрайберга на этом не поймать. Шипс и Баббл остаются вдвоем. Опять же, это всего лишь пистолеты. То есть, наверное, рассчитывать на что-то нельзя. Шипс хороин компонента берет коллаж. Надо унести коллаж. Драться нельзя. Уноси, не дерись. Иди на тэспаун. Например. Иди на тэспаун. Например. Ну, а Силион уже, походу, понимает, что происходит. И в данном случае, хорошо, что Шипс сразу на тэспаун не пошел. Потому что у него есть шансы обыграть Асилиона сейчас. И в итоге он застрял на радио. А Силион сигнализирует. Ребят, он здесь. У Шипса большие проблемы. Гигантские просто. Шипс пытается спасить бегством, но не получается. Тут в таком случае, возможно, даже действительно стоило бы идти именно на тэспаун. Если бы он сильно перестелял, он бы ушел и успел. Если бы не перестелял, то как бы ГГВП. И так-то ГГВП, короче, с точки зрения с его. Интересная история. Окей, лады, смотрим дальше. Предпоследний раунд первой половины. Есть байраунд у команды Видига Гейминг. Играет Абета 4 плюс 1. Неплохой, мол, как Шипса, но он сразу тушится. Виктор снимает на аппланте оппонента. Шипс, серьезно, пристреливает еще на Б. Правда, после этого сразу же два минуса от игроков команды героек. И здесь очень правильный смок, конечно. Конечно, врывается в стройку. Мы не поняли вообще, что происходит. Походу, в темпике от какой-то. С точки зрения коммуникации сейчас был от команды Видига. Потому что блокер остырял, но не понял куда. То есть он просто понял, что противник где-то рядом. И, скорее всего, Орбл где-то рядом, где-то... Ну, типа того, да? Тестак остается последней. Бомба поставлена, но... У Тестака есть молик. Но там смог, как я понимаю, на бомбе. Поэтому Тестак не справится здесь. Видит Тестака блокер... Блокер минус Тестака. Это седьмой раунд для команды Видига Гейминг. Какие-то возьмут восьмой. Для нас все еще вопрос. Внезапно отъезжает Мерц. Крабер, правда, минусы отблокера. Булл сражен на размене на зелени. Это было сделано. Мерц под Аплантом, опять же... Почил. Моди должен, наверное, убивать, пониже. Но не совсем чисто получилось. Моди очень битый. Ай-яй-яй-яй. Как же так? Там бомба! На сутки просто отъехал человек из команды героев. Моди и СТАК вдвоем. Позиции бомбы известны. Видига Гейминг будут укреплять эту позицию. Скорее всего... Шипс просто влетает. Убивает оппонента Моди. Последние 5 хп. Вряд ли Моди справится. Наверное, не получится в данном случае. Это восьмой раунд для команды Виндика Гейминг, дорогие друзья. Давайте будем ждать вторую половину. Во-первых, сразу можно сказать то, что... Команда героев все-таки играет лучше... Здесь, чем надо дастя с точки зрения... Скажем так, восприятия команды Виндика как равного по силе противника. То есть как по сути сильного противника, в принципе. Равного-неравного. Третий вопрос как просто сильного противника. Это радует. Хорошо, что... Ну, реально, что именно таким образом. Они здесь пытаются играть. Пытаясь, опять же, восстановить... Лицо, что ли. Реноме свое, наверное. Так можно сказать. Ну да, пойдет. И забрать хотя бы одну карту. Но дело в том, что тоже непросто. Но херойки будут на потенциально более сильной половине ДТРН сейчас. На защите. По поводу Виндика гейминга и конкретной атаки... У меня лично реально вопросы. Я их помню не совсем в этом составе. На оверпассе, например. Их было не так плохо. Ну, просто, например. Но на ДТРН лично я их не очень помню. Потому что, по-моему, не кастил. То есть, может кто-то кастил из наших ребят. Да и не из наших, на самом деле, не важно. И может кто-то помнит. Вот. И ДТРН от Виндика, например, я не помню. Сейчас подразыграются еще немножко и будем смотреть. Большой какой-то перерыв. Кто-то, походу, зашелся. И вот она пистолетка. С учетом счета важна для одного коллектива, важна для второго коллектива. Ну, как обычно, я постоянно затираю и на аналитике, и постоянно затираю, собственно, на комментаторском кресле. То, что пистолетка для команды на Т-сайде на ДТРН важнее раза в полтора. Ну, или в два, не знаю, кто как любит. Потому что более слабая половина, и не у всех команд получается на ДТРН именно на атаке играть лучше. То есть, вообще у редкого количества, я бы сказал. Поэтому, если Виндика, например, эту пистолетку берут, то берут стандартный пистолетный пак из двух-трех раундов. Ну, в данном случае трех. Это прям подарок для них, конечно. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блокер снова сплится. Что-то какая-то очень прямая стальба от блокера. Но если вы сейчас обратили внимание на прицел, вообще рука не дрогнула. Что ты делаешь, демон? Ты серьезно, что это что такое вообще? Чип смоется, домылся до смерти в итоге. Ну, вообще-то 2 в 4. То есть, вообще-то блокер сделал все для того, чтобы... Квадр, что ли? Ты издеваешься надо мной? Что ты делаешь? Давай, Эйз, показывай. Если назвался груздем, полезай в лукошко. Давай, Эйз, показывай. О-ло. Эйз. Единственный вопрос. Что-о? Просто это единственный вопрос. Здесь Алексея, наверное, не хватает в этом плане немного. Совершенно, совершенно, абсолютно спокойным образом блокер закрывает в Соляново всю пистолетку. Просто для команды Виндига. Что вообще? Паннишер убивает шипса, Фрайберг убивает панниша за то, что он убил шипса своего же. И что-то как-то не очень хорошо для Виндига Гейминг начался этот раунд. Героики не то, чтобы и на все деньги-то закупались, они оставили какие-то деньги, думая о том, что, ну, наверное, мы не будем форсить на все деньги, потому что, ну, к чертовой, как бы, к ядре не фене, короче говоря. Этот форс не нужен он нам, но, вы знаете, 3 на 3 в итоге все еще. Все еще 3 на 3. Муди оселенный стак. Два сильных пистолета, один П250. Не менее сильные, просто П250. Куча гранат у команды Виндига. Все есть для того, чтобы понять, что делать. Для того, чтобы плюс-минус даже выйти зергачом из трех человек. Не то, чтобы особо зергач. Потому что из одного кокона вылупляется по две собачки, как мы знаем. Поэтому их должно быть 4, тогда было бы 2 кокона. Команда Виндига. Вот. Бабл падает. Почему так скромно? Я просто такое увидел уже на Додасте. Ребят, вы втроем против пистолетов. Я не говорю, что надо тупо выходить. Умно выходить, но выходите. Не стой. Спокойно. Выходите. Где прикрытие? Не было прикрытия. Блокер один против двоих. Ну, что, почему? Блокера будут давить с двух сторон причем. Самый умный вариант, наверное. У-у-у. Тих-тих-тих-тих-тих. Моди. Моди пропустил. А это по 250. То бишь, если армор стянет, то нормально. А-а-а! Какие тайминги! Какие тайминги! Как обидно для героек. Ай, как обидно для героек. Блокер умничка просто. Второй раунд уже для своего коллектива. Сейчас коллектив-то вы будете играть или нет? Блокер вам два раунда делает. Алло. Одиннадцатый, наверное, и вероятный раунд для команды героек. Потому что три ЮСПА Диггл П-250. Хотя, вот, прошлый раунд, мы видели, не пошел немножко. Виндика сами запутались в своих же сотоварищах. Убили своего, короче. Там Файбрикс работал. В общем, возможно, такие ошибки ребята больше повторять, наверное, не будут. Наверное. Сложный вопрос. Виктор выходит. Не то, чтобы он ожидал моди, но увидел и убил. Все вроде хорошо. Блокер минус это понятно. Бабл тоже. Мерц последний. Ну, за желтым находится. За зеленым. Блокер и Белого Виктора. Может, хватит? Чего вы G2 косплеить? Не надо косплеить G2. G2 свои проблемы. Вижу вопрос тщательно. Не, я думаю, в паре комиссить веселее, конечно. Просто одного мысля, то все равно заканчивается, и нельзя же заметить все. Истак сжигает бубла здесь. Ну и опять же, общаться со своими четырьмя личностями все-таки надоедает периодически. Как вы понимаете, а так? А так живой человек. Хороший, красивый. Все-таки в паре, конечно. Виктор, последний. Здесь раунд имени Хероик. Они просто закрыли все позиции выхода команды Виндиго. Виндиго просто сами виноваты. Объясняю, почему. Очень много... Не разберите, очень много чего-то киллов каких-то. Тимкилов смысле имею в виду. Не договорил по распрощению слова. Очень много тимкилов, и... Сами закрыли себя немножко в скорлупке в плане неуверенности. На этом Хероик сыграли, потому что... Им надо играть на любых ошибках команды Виндиго, потому что Виндиго что-то местами вообще-то не прощает. Но Хероике вот есть шанс вернуться сейчас. А Виндиго надо собрать немножко велосипед обратно и играть аккуратнее. Раза в два. Вы чего расслабились-то? Думаете, что-то победили уже? Тоже наступите на те же грабли и совершите ту же ошибку, как Геройки на Ддасте против вас. Не? Не надо, не надо. Ну, если побежать хочется, то не надо, я имею в виду. Истаг чекает блокера, падает бомба. Истаг сигнализирует о том, что бомба пока что на Попдоге в моих руках. За бомбой придется точно спускаться. Или как-то брать, или через Аплен брать, например. Спускается Виктор. Ну, ожидаем. А Шипс погибает последний. Что-то тут шальная какая-то пуля залетает сквозь вагон. Ну ладно, бог с ним. ШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 9-1-1 Ля комбатик что ли Но пока героики работают на ошибках своих оппонентов Стоит отдать им должное И этот ранг они уж точно должны выигрывать Тобежь 10-11 должен был быть Не сразу все получается Но фрайберг танкует у него второй армор И нормально все Против таких-то пистолетов уж надо было бы И уж можно было бы Блокер тоже погибает 10-11 и то-го Ну вот теперь будет бай И вот главный вопрос Винника сейчас велосипед соберут или нет Внутри себя Чтобы нормально противостоять команде героик И не совершать Ну Какое-то гигантское большое количество ошибок Если не сумеют Плохо Плохо Если сумеют Ну молодцы Моди подгорел На Б планете немножко у героиков Чуть-чуть паники навели И шороху команда Виндиго Богдан зло На ваших экранах Закон Богдана Он же Моди с минимумом хп перекидывает А в АП он будет стоять на задних рубежах И соответственно Райфел перекидывает живому Бывшему снайперу Соответственно Ну мажорные фишки Короче говоря Обычно в таких Противостояниях ленится В майновых Но хорошо что они ленятся Сейчас молодцы Бубл вместе с товарищами Забегает в итоге Что Почему его никто не прикрыл Он еще убил человека Он после этого еще и умер Господи Виктор Как ты стреляешь Как же хорошо ШИПС Помогает Виктору делать КИЛ ШИПС Делай второй Остается истак Последним Неужели это 12 Для команды Виндиго Неужели они собрали велосипед О котором я говорил Да я более-менее живой После вчерашнего Это последняя карта вечера Поэтому Мне чуть-чуть потерпеть И Все Часа четыре Может спал Может шесть Я так не вспомню Сейчас Четыре тира шесть Короче не больше Истак остается Последний будет сейвить Будет сейвить 10-12 Есть деньги У Керойка Заку будет Но Виндиго Пока что Показывает Жупки 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 Так На лонг Есть присутствие террористов Фрайберг На своей позиции Опорной В моде Не встретиться с оппонентами Фрайберг Не встретиться с оппонентами Очень медленно Виндиго гейминг Начинает И сжимать кольцо И молеку Вторую сторону Да Стандартный Раскид Смог молек На Дальнее Ребята не пошли Фрайберг тратит свой молот В итоге И вот после этого Можно постепенно Пытаться в убить зелень Еще подождать Пару гранат Может быть И вот может еще одной Пойти После смока Еще крест на крест Интересно Вы просто Вы просто Десейблите человека На зелень И стягиваете туда Внимание Получается Что так Выходит 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 Фрайберг Ты готов? Фрайберг Незаконная тема Не, мне лень Не лень поднимать Ну ладно Давай броня Из так Хоронят оппонентов Бомба Подобрали 5 секунд Вы не успеете Вы не успеваете Никак Вы не успеваете Вы не успеваете Василий Он просто пошел В душевую И включил И включил 11-12 Минус бабулокова на виннике Но надо собрать Велосипед Обратно Фрайберг Минус 8 шипса Блокер Виктор И Панишер Остается втроем Двое на аппленте Один на зелень И пытается прорвать Адама Фрайберга Но Адама Фрайберга Так просто не прорвать Думается Мне по крайней мере Я пока не уверен Это сложный вопрос Блокер и Панишер То есть только два человека Опа Так просто не прорвать Блокер падает 12-й раунд Для команды Хероик Ну чё ты вот В труп стреляешь Что тебе труп сделал 12-й раз Что по деньгам Три 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 Две Почти три Пистолетный полубай Отдаю 13-й Херойке Впереди Ну наверное Ну посмотрим Сколько часов в день Тебе максимально Приходилось комментировать Вопрос в чате Вижу я 14 Ну около того Вот например 16 не было Как у Саши Инканиса С Алексеем Ухо Потому что что-то У них там Я помню был Жестко что-то ещё У них было Пам 16 У меня максимум Был 14 Но я был вообще Куском мяса Неживым Даже Тогда 5 зиглов От команды Видели гейминг Виктор Ой-ой-ой Плюхи 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 Пыщ 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 Еще Плюшка Господи 5 зиглов И серьезно Что ли Самые быстрые руки На диком западе Но все равно Два На два Боевая ситуация Один на два Боевая ситуация Почему Мирс Промокнулся Бо мы не поставлен Конечно же Выпало Но Панишер Нормальный Мирс Пол хп Потерял Панишер на гранате Его никто не мог Поймать Мирс Считает оппонента Забирает оппонента Не Чё-то не плюхи На самом деле Чё-то там 13-12 Да Но вроде читаем Она виндика Постарались Но если честно В середине раунда Сами проиграли Потому что могли бы Выиграть Даже если бы Чуть-чуть Они бы задержались Чуть-чуть Просто То есть Вот эти вот Два кила И просто Если бы Была возможность Остальным Нижать Или отойти Назад То есть Просто Вот Зависнуть Сломать Тайминг Сломать Тайминг В защите И тогда Можно было Действовать Со второй Волной Как-то Во в таймингах Типа И совсем Всех запутать Но Ну не вышло Ничего страшного Команде В принципе Много чему Еще именно Научиться Надо будет Отточить Да я бы даже сказал Потому что Опять же Все раунды Крутые Вообще-то Доступны Смотри И учись Не хочу Просто Именно Отточить Вопрос Красиво Хорошо Меркулая Двиктора Блокер Минусует Моди 4 на 4 Бома Поставлено Будет Бома Будет Поставлена Так Истак Падает Шипс Падает Бубль Падает Блокер Панишер 1 Если честно Против Троих По-моему Не не Особо По-моему Не Не Получается Ну Панишер Нет Да Он Просто Выходит И Погибает Потому Что Судебой Господи Ты Боже Ты Мой Что Это Было Простите Пожалуйста Однако 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 Некоторые Супер Срочные Рабочие Вопросы Прям Вот Влетает Вот Так Вот Реско Быстро 14 14 12 12 На счет Ну Херойки В принципе Ну Наверное Готовы Закрывать Вроде Собрались Вроде Ошибок Допускать Гораза Меньше Вроде Считаются С тем Что Виндиго Хороший Противник Достойный И И Играют Таким же Обызем Аккуратно И Вот Теперь Уважаю Оппонента Как Минимум Ну На Б Наверное Атака От команды Медига Мы Видим То Что На Бойлерах Ребята Собрались Граната Есть Вы Флочки Хоть Закинете Молик На Зиг А Молик На Зиг Я Не Слышу Не Было Что Ли Забавно Но Виктор Справляется С Оппонентом Будучи Полностью Ослеплен С Стагом Не Справляется Бубли Панишер Вдвоем Наверное Нет Наверное Это Тоже Особо Нет Здесь Оселенно Если Что На Обдавне Стоит У Него Коллаж Сильный Девайс Баба Кстати Моди Убивает Панишер Панишер Сбалом Вдвоем Может Получиться Может Нет Ближе Нет Чем Паниша Последний То ли Информация Про Нычку Не Зашла Ну То Что Вот Сейчас Была Это Тотальная Дикость Конечно Кто-либо Кто-то Знает Да Позвонили Сказать Что Я Уволен Да Именно Так Все Все Так А Я Сбросил Чтобы Это Не Слышать И В итоге И В итоге Не Уволен Вот Как Это Работает Типа Если Если Не Слышу Это Я В Домике Это Как В детском Саду Знаете Если Глаза Закрыть То Я Невидимка Вот Такая Же История Приблизительно Паузы Конечно Будет Это Понятно Почему Но Но От Виндика Да Но Что-то Какое-то У меня Сомнение Сомнение Какое-то Возможно Последний выход Команды Виндика На карте Детер Рейн Замечательные Поезда Тю-тю Все дела Давайте Показывайте Дорогие Друзья Адама Фрайберга Опять Походу Никто Не пройдет Да Адам Три хп Палец Оторвало У-у-у-у-у А что ж такое-то Ассилион Все-таки Справляется А Пробег сжигает Все Виктор Проходится По Ассилион Омер Смотрит Здесь Никого Не Но Смотрит Все Вроде Вроде Как Правильно Господи Что ж Так Все Напряженно Это Моди Вообще Далеко Бросил Бросил Мерца Говорит Мерц Разбирайся Сам Я Я не хочу Мерц Говорит Ладно Я умер Тогда Ты во всем Виноват Моди Остается Последний Ловит Хаешку Себе В лицо Пытается Забрать По моему АВП Ну и по моему Не получается Это сделать Как я понимаю Его загоняют Со всех сторон И Моди Говорит Пожалуйста Передайте Моей жене Что я люблю Ее Кидает Флешку Вверх И наваливается На Панишеры Которые Бивают 15-13 По моей логике Значит Что если Работяги В чате Написали Что я Уволен То я Уволен Существует Сложно Поспорить Но Сложно Поспорить Хероик Удаги 5 Юспов За 3 Негодовать 14 Может быть Мы увидим Допчики Даже Может Уведем Допчики Еще из так вместе с товарищами попытаются каким-то невероятным чудом что-то сделать в этом раунде это взять конечно виктор влетает на и мэн ну в принципе 25 из так давай режь из так давай режь не хочет хочу стоять давайте стоять ладно если винди гавин я уволю кастера героик вперед вперед героик это меня уволят уже делать как же быть же мне кота родить кота рожать не надо дайте лучше шоколада 1514 тримки четвертых плюс double а в.п. команды герои 5 калашниковых пока что три на три непонятно кто отлетает фрайберг адам проходится все-таки пушу пока что 2 на 2 боевая ситуация это моде это фрайберг у команды героек у нас еще бабл и панишер кстати говоря между прочим вообще-то это сильные игроки вообще-то могут быть и топа если честно не ну мы посмотрим вам оставьте на бэм вам мы слышат диссонирующий звук в план то и понимать что это б фрайберг ты пойдешь через их до фрайберг пойдет через и как я вроде все стандартно нижний предик под фрайберга довольно много зависит здесь моде возможно не будет спешить фрайберг это последний рант ребята вы должны спешить хотя до 2 савас передависки то есть моде проиграет перестрелку это будут может быть это допы почему бы не три карты из шести по моему сегодня в допах у меня по-моему три шести я так-то могу спутать конечно по-моему три карты из шести по моему сегодня в шести по моему сегодня в шести по моему ну команда будут продолжать шести дальше команды будут продолжать бороться дальше но мы посмотрим сейчас ребут на вертайме будет жестко-жестко-жестко давайте я лучше пока что отвлекусь для вас на вас не для вас дела хорошо видите какие карты сегодня хорошие на самом деле могу посмотреть три шести ли у меня или не три шести чё там маска джет у нет же там у спортс нет астралис да спасал же за до три карты да все так половинка ровно половину ну здорово команда вроде показывает борьбу и не хотят проигрывать окей погнали погнали let's go дорогие друзья let's go heroic против indigo gaming на карте the train дополнительный раунд мр 3 шестнадцати шестнадцати тысячные допы язык рот держись еще не еще немного шестнадцати тысячные допы еще чуть-чуть дабл вп от команды heroic три мки четвертых дофюз китов достаточно достаточно опять же нас еще хорошо блокер будет ли что-то делать блокер 2b 3 а у команды героя по защите жесткий чё-то шип жёсткий ждет шипс оппонента нет здесь промахнулся оселён сража отвечает на шипс а ты человека у команды heroic но бомб уже ставится сзади кстати дефолт точнее немножко правее немножко короче говоря а под линейки как блокер минусы это фрайберга оселён исток остается вдвоем и тет этим ребятам не то чтобы особо не что-то светит исток маги поселён последний получает в жбанчик больно слышали то что жбанчик получил в итоге простреливает оселена до конца теперь под заодно мы пробудут играть герои кем 4 плюс 1 а б и вот либо через пять секунд кто-то идет на б до дефолт окей дефолт от команды герои по защите на зелени есть присутствие точнее не на зелени на ланге есть присутствие команды винди гейминг шип сворачивается от хаешки закидывает смоку в одну сторону или другую флешка туда же под серверную будку подходит надеюсь адам где все еще адам адам кидает молик проходит шипс какие хорошие флешки все-таки фрайбек проигрывает эту перестрелку шипс топит дальше на дальние вообще прям далеко-далеко прям на баню но здесь осили он шипс понимает ага не сюда есть и вот ты мой дорогой друг говорит шипс осилин говорит ага окей ладно лады из так минсует бабла оселен по шипсу проходится мир из проходится по панишеру виктор конечно отвечает молодыми стоит блокера виктор последний будет играть один при очень-очень сложно на зеленом видит оппонента очень тяжело и видимо все таки это будет 1616 виктор попытает из-за всех сил но здесь моде конечно по мне особо будет контакт так стать комментатором никогда не комментируйте как я я вот просто каждый день уволен 22 часа из 24 в сутках я уволен никогда тогда вот может быть получится виктор убивает моде мерц в разумении на виктора зелень будет сжать ребята из команды велика гейминг и все еще адам фрайберг а там видит оппонента не сразу получается второго не сразу получается второго третьего все-таки нет но там сделал очень много блокера бубль остается вдвоем бубль все-таки остается один погибает бедный блокер против двоих снайпер а вот и насилен а вот он и снайпер у него родлайн замечательный его покрасивый кстати не очень нравится делай губль и против мерца хотя него бомбу в руках здесь можно помансить он отходит назад и место где мой оппонент ушел ты на б ушел ты не на бы я себя пропустил и тебя не пропустил непонятно и мерц получает ухо 1716 один раунд преимущество командами него гейминг после первой половины первых допов да интересно интересно ждем второй половины на защите будут вендиго вторая половина на защите будут вендиго если скромничать особо не будут будут использовать utility pack полностью потому что допа позволяют закупаться на всю ивановскую вообще-то против героиков на самом деле шанс есть к б-планту очень много внимания необходимо уделять сейчас против героик 4 калаша плюс вп от команды герои когда был выпадком на медика гейминг 4 плюс 1 играют вендика походу будут исповедовать 4 плюс 1 до упора потому что это их стиль они не играют по дефолту не идет человек на б на ранних таймингах то есть уже 25 секунда в смысле минуту 25 не идет то есть там шипс 1 хоронит второго господи боже как же красиво было сделано три человека у кого герой и теперь они идут на б а здесь пойдут на вы видимо здесь шипс находится уходит шипс прострела нижнего парапета все-таки хочет сохранить себе жизнь понимаешь это находится оппоненты немножко не угадывается что за собаку кто-то пойдет на верхней волны приходят хаешка на дефол кстати хорошая идея но хаешка не попадает бомба правда будет поставленным шипс не промахивается по оппоненту оппа и не промахивается по второму оппа и исток остается последним в итоге у стака что есть смог это не то что нужны и стаду готова шипса и смог она виктор закрывает еще соответственно господина истага восемнадцать шестнадцать команде медика гейминг остается один раунд для того чтобы выиграть эти дополнительные однако как деньги даются на допах на три раунда 16000 то есть покупайся не хочу в самых отбитых вариантах для катая там по 6 половиной тысяч например будет тратить то еще не хватит но так никто особо не закупается вообще никогда в жизни хватает каждой половине чипс горит 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 ты чё горишь то вдруг не гори наверное наверное не надо хорош поджим кстати говоря а виндика ведь так и стоят четыре просто потому что это виндика ну вот потому что но почему-то героики не атакуют абсолютно пустейший бы плент как будто они не знают как виндика играют как будто они не поняли как виндика играют виндика играют 4 плюс 1 ребята они так и стоят до упора 4 плюс 1 они они с шипса вообще всегда бросают почти что самое забавное это да иногда выходит боком это правда ну да конечно понише истага хоронят да да все так выжившие команда хироек смысле выжившие игроки команда хироек вообще в шоке чё произошло может нам тогда на б пойти возможно думают они маги не идет на нижней парке то теперь спокойно спокойно отпускаете до бабла баба может походит может посмотрит понише умирает на планте на самом деле после этого можно вообще пойти действительно бы потому что пошатали вроде оборону люркер люркером еще бы зеленку зажать и будет совсем здорово то есть теоретически виндика проигрывает этот раунд до бабл падает окей виндика в любом случае скорее всего проигрывает этот раунд по-моему безусловно плакер падает виктор последний возможно последний раунд для команды героик или вторые допы мерц проходится по виктору уже меньшинстве команда виндика мы смотрим на то почему смотрим на труп у него кстати фиолетовые перчатки труп и фиолетовые перчатки мне кажется этого не поэтично понише врывается в сотку в мейн не видит никого здесь пока что попахивает это вторыми дополнительными если честно кажется мне но может быть по-разному конечно бубль смог туда неплохо но здесь очень много игроков слишком долго доставал блоки правда по фаберу проходится сирен проходится по мерцу сшиваться нечто остается в два лица против четырех оппонентов как вы думаете чем это может закончиться дорогие друзья ставьте что-нибудь в чат если вы думаете чем это может закончиться ставьте ничего в чат если не думаете чем это может закончиться chips один в четыре господи как я люблю вторые дополнительные давай завозе завозе мы будем ждать а я пока трекусь на вас не забывайте кстати говоря поднимать щиты за безлимит самым быстрым мобильным интернетом от мегафон спонсором и партнером русскоязычной трансляции да насморк словил к сожалению это скорее всего немного заметно но потому что петербург холодный противный мокрый и в общем и отопление дали наверно слишком поздно ну ладно это на самом деле мелочи жизни но это действительно должно быть заметно ну вот это во первых во вторых не забывайте подписываться на социалки рухаба во первых во вторых можно подписываться на мои социалки если очень хочется twitter в кашечка instagram фотки недавно додел можно посмотреть instagram точка ком слэш тот же никнейм мой полностью не ошибетесь а у нас старые дополнительные дорогие друзья и здесь размен мерц много делает работы на виктор правда делает столько такой же количество работы моде правда кэш отвечает вся эта кутерма была на планте остался шипс остался бабу обоих стоит бояться что шипс что бабу да уже доказали сегодня что стоит читаться с этими господинами стоит читаться хироики хотят ворваться нам в таймингах хотят сломать команде вендика гейминг концентрации хотят сломать команде вендика гейминг возможное понимание того когда хироики будут ураться собственно и спокойно сейчас пойдут на б но здесь шипс если что он более-менее готов шипс 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 ой не поймет не поймет шипс бабу 1 в 2 молик на бомбу еще будет видел оппонента но не пробил до конца пробил да не до конца я не знаю какие варианты у бабла есть если честно моде он не заметит скорее всего бабу отвержает итоги это 10 стран для команды героев я вижу вопрос по поводу как как попал в комментаторы комментировал хорошо и попал единственное единственное что важно другую дисциплину когда эта дисциплина плюс-минус в снг была наверное более живой потому что я с нее начинал меня по сути потом заметили и там пошло-поехал вот что-то такое наверное этот вариант работает до сих пор если хорошо работать и и и плюс плюс что то что то наверное что то что это будет работать то есть если грубо если грубо говоря то никаких связей в киберспорте у меня вообще не было например обычно все говорят именно про связи в киберспорте но в моем случае не будет вообще я никого не знал вообще не знал что происходит 4 м4 а4 от команды дико геймер при совпаде вторая в команде рэк а у пономоге здесь вырывать керойки прям стройку сразу быстро на батленд на самом деле керойки поймали походу своего но мне кажется винника очень большие проблемы хотя поныше против мерца вроде пристреливает как только я говорю про большие проблемы случается какая-то ересь хотя не проверка вроде убивает оппонента но довольно битый понише у тебя есть что-то что у тебя есть до фишки ты у тебя есть да вроде нормально все более-менее а смотри они выбирают раунд пока я укалакал да да команда хирург действительно поймал свою волну я в этом сомневался немножко сейчас но нет не стоило сколько допов я видел на карте помощь четверные прямо край при этом коллеги видели по моему питерные какие-то или больше помню да я родной смысле питерец коренной он просто реально мокрый мокрый холодный ветреный я не говорю что плохой мокрый холодный ветреный мне нравится петербург вы чего шипс убивает мерца справляется с оппонентом пытается вернуться кстати в игру вендика гейминг это видно четыре человека три человека уже героики вот им чуть-чуть добить вот эту свою волну и на самом деле в общем то больше ничего не надо просто победить со счетом они совершенно спокойно уже продолжают закрывать позицию за позицией у команды виде гейминг начинаются вообще прям дикие проблемы если проблемы что против шипса сейчас конечно вот так вот выходить в тупую обладая флешками это лениво из-за того то что это так лениво они получают в жбан и от шипса могут отъехать кстати говоря а таки они принимают решение да ну нафиг этот бэпленд мы пойдем на вообще идите в болото идите на свой бэпленд сами и блокер шипсом будут вне таймингов да они будут выходить на понятно все окей но 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 уже команда героик распределилась по позиции ну куда ну куда ну ну зачем ну ладно но смысле почему ты же знал то что противники на б вы же сами бы пошли не стоп но ты же ну ну мужик но ты же знал но игрок но ты же киберспортсмен ну как они еще к вам пойдут коротким путем так кроме как зига и афдауна ну ладно ну бывает все бывает 20 19 дорогие нет я случайно не фаната в ангар принципе я вообще-то фанат никого я фанат отдельных личностных историй выливых пожалуй до комментатор стоит основная работа на самом деле с точки зрения рабочего процесса и времени отнимает все на рабочее время помимо каких-то там выходных которые есть поэтому да точно основная так вторая половина вторых доктов я напомню счет должен быть 22 у героик и 21 на виндига если и 22 тоже веника конечно здесь что-то много выигрывать моде корень 3 это будет легкий 21 это будет легкий 21 перестреливает а дому а дам свою опорную позицию не сдержал но главный вопрос ну и что они же против 4 то есть один в 4 что но это ничего из также их убивает 21 19 когда начинаются вот такие ситуации когда ну и что то есть команда видимо например что то делает это не имеет никакого значения с точки зрения окончания оконечника раунда вот это грустно то есть это к тому то что героики выбили настолько себе большие преимущества что не то что даже поверить сложно чисто логически даже объяснить победу сложно в раунде у меня 20 19 еще один раунд от герои побеждают еще два от виндига на следующие допы но после того как героики поймали вот эту свою волну мне вот очень очень сложно поверить героик сейчас очень сложно винника прошу прощения ну потому что видно просто что реально прям волна жесткая все летит как красиво тимплей на а не форме реально форме а силен правда здесь погиб виктор все-таки бомбу поднимет в меньшинстве команды героев фрайберг погиб мир от собой не monte 23 это фейк это фейк ты фейкуешь друг друг ты фейкуешь ты фейкуешь друг зачем хорошо решение киберспортсмена хорошо но в такой ситуации серьезно она настолько прямо неудобно и максимально буду поставить здесь бомба на дефолте моде подождет когда бомба поставится и будет но спокойно наверное весь отыгрывать зачем потерял жизнь в итоге про подсадку не подумал значит ты же если бы знал что на смысле думал про подсадку никогда бы ни фейкала вообще местная проблема что я не знаю какие у моде есть варианты здесь нет моде не понимаете находится по ним почему так получилось как же вот так расконцентрировались зачем 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 и я я я я я и как плохо получилось сейчас почему-то совсем не но не знаю вот это обидно для виндика сейчас было это тот момент когда вы в принципе выигрывайте ситуации потому что не то что у вас все для этого есть. Она просто выигрышная. Ты просто стоишь, ну, сами знаете, стоишь, ждешь и так далее. И вот история продолжается. Слышишь DeFuse, считаешь секунды, выходишь или на стальных кружках, не выходишь, считаешь пять, понимаешь то, что, наверное, нет. Выходишь на седьмой, понимаешь, что даже и, например, без DeFuse такого нет. Да, грустно. Ну, вот так вот разменялись картами, Виндига и Героик. Отыграли Героик Трей, но еле-еле. Если честно. Но поймали свою волну, поэтому... Чё-то я рано вам включил вот эту вот историю. С большим удовольствием на втором канале сегодня работал Слипчик Евгений Леонидович Слипсомайл и Арсений Теноженко, кстати говоря, со мной на первом Best of 2 был. Вот. А так вообще не болейте. Всех вам благ. До скорых встреч. Слипсомайл и Арсений Теноженко. Слипсомайл. 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 Включайся, Мегафон.